Мы сегодня празднуем не просто воскресный день, а в этот день еще и память такого большого для нас, для русских людей праздника. Освобождение от иго польско-литовского, шведского, Москвы, независимость определенным родинам. Вот этот праздник, конечно, замечательный, начало 17 века, и он связан непосредственно, связан с иконой Божьей Батери Казанской. Именно с ней шло то последнее ополчение, которое и освободило Москву, столицу от иноплеменников. С этой иконой, с верой, что Божья Матерь поможет, шли люди. Они были объединены одной идеей. И поэтому сегодняшний день еще в светском даже обществе называется как некое единение, согласие, примирение, единство. Но вот как раз с единством у нас дело абсолютно очень всегда плохо. Хотя, в общем-то, если подумать, человек не может быть один. Он даже не может стать человеком. Один сам по себе. Какой бы умный, какие бы способности ему Бог не заложил, но если он будет жить в джунглях, он так и останется малым. Никогда не станет человеком. Ему надо общество. Ему надо люди. Человеку нужно общение. Солнцу ему еще говорят. То есть, оказывается, Бог действует там, где есть множество. Вот не зря же Бог не одного Адама оставил, а дал ему помощника. Плохо быть, говорит, человеку одному. Сотворим ему помощник. Необходимо общение. Ну вот, очень часто от этого единства друга, от общения друг с другом, люди убегают. Люди стараются уединиться. В чем уединиться? В ком уединиться? В себе уйти в себя не просто так. Нет, не только в себя. Не только сами с собой. Вот это эгоистичное чувство ухода от общения с коллегами, с домашними, с родителями, только жить для себя, на самом деле, есть здесь определенный такой дьявольский подвод. Сам по себе человек не живет. Он тоже придумывает себе некие формы общения. Но уже не реальные, не полезные, а вредно-сатанинские, вымышленные, придуманные. То есть, вот этот экран, неважно в чем он будет исполнен, телевизор, планшет, телефон, неважно в чем. Но это виртуальное, так называемое, общение. Или просто человек может лежать на диване и быть в неких своих помыслах, мыслях, там, с кем-то разговариваешь, в каком-то думать, надумывать себе еще чего. На самом деле, это не одиночество, это просто другая реальность с другими совсем объектами. И вот это самое страшное. Есть такая даже шутка о том, что не успел сходить в ванну, как уже вышел разведенный. Пока там что-то делал, уже жена напридумывала, наговорила столько всего, что он уже даже не знает. То есть, там напридумывать можно столько всего, столько всего можно наговорить себе самому. Сам придумал, сам обиделся. Есть такая формула? Есть. Человек замыкается в себе не просто так, не просто ему нужен он, лично я. В нем, оказывается, может быть множество. И вот это множество, этот легион, легион чего? Множество чего? Лучше четко сказать кого? Бесок. Если человек не хочет общаться с реальными людьми, он будет общаться с бесами. Вот так об этом говорят. Нет, конечно, он может уйти в пустыне общаться с Богом, но это совсем другое общение. И со святыми ангелами это точно будет. Но чаще всего происходит обратное, как бы отвлечение от этого. То есть, у человека появляется некое искушение, якобы быть и жить для себя, но на самом деле он живет не один. И вот когда в нашей стране случилось горе, беда, и царя свергли, одного, другого, придумывали, третьего, люди тоже думали, как спасти страну. Многие противоборствующие стороны пытались ее спасти. Так было. Каждый думал, что он знает, как лучше ее спасать. Кто-то думал, что лучше спасать ее со сведами, а кто-то с поляками. А кто-то думал, что он сам может это сделать. Не от себя. Вот это важно. У нас в церкви есть такое понятие – соборность. Когда люди не во имя свое, а вместе друг с другом во имя Бога. И не от себя делают. Вот тогда Бог делает в них. Церковь – это и есть та самая соборность любви, которая разливается в сердца людей и их объединяет. Соборность любви. Вот нам бы, конечно, и сейчас тоже необходимо иметь хотя бы эту частицу соборности. Не сбежать друг от друга. Не убежать от общего дела. От важного дела, от общего дела. У каждого ведь есть свои дела, правда? Вот сейчас ведь у многих есть дела. Ну, у кого-то стол, у кого-то друзья, у кого-то огород еще там что-то надо доделать. У кого еще чего? Много у всех есть что. Ну, наверное, мы сегодня и это шествие, которое будем творить, не во имя свое творить. А в память тех героев, которые отстаивали страну. И с ними, и же на небесах, тоже должны объединяться. Наше единство здесь соединяет с ними там на небесах. Это и есть церковь, святая, соборная, апостольская. Поэтому очень замечательно, когда на богослужениях является очень много людей. Когда на мероприятиях, так скажем, светских, тоже собирается очень множество людей для того, чтобы соединить себя друг с другом. Ну, в какое-то общее ликование, необходимое для общности и для творения добра, любви. Для того, чтобы церковь созидать, в конце концов. И в своем сердце творить не от себя. Спасибо. Спасибо.